Масштабная проверка прокуратуры и детских образовательных учреждений началась после того, как служители Фемиды признали незаконными поборы в Самарской школе номер 41 и 1 гимназии. Например, установлено, что в саду номер 321 выдавались квитанции уже с проставленной суммой так называемых добровольных пожертвований. Родители вносили их ежемесячно. В 108-м садике за поступление брали 60 тысяч рублей, причем эти деньги перечислялись до зачисления ребенка. Из них оплачивался земельный налог, что является незаконным. В дошкольном учреждении номер 300 родители сдавали деньги в фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива». Причем после личной беседы с заведующей сами писали заявление с просьбой принять эти пожертвования, на которые потом содержался садик. В ряде случаев, по данным прокуратуры, выдавались квитанции с суммами для пожертвований в 300 рублей. Некоторые при поступлении платили по 10-15 тысяч рублей. Важный нюанс. Благотворительные пожертвования родителей законом не запрещаются. И этому термину в законе есть четкое определение. Кто говорит закон? Благотворительность, она, во-первых, это однозначно добровольное деяние, раз. Второе, благотворительность навряд ли может носить систематический характер в виде твердых конкретных сумм. И самое главное, принцип добровольности заключается в том, что нет обязанности для всех систематически, ежемесячно это делать. Прокуратура выяснила, что в детском саду номер один все скидывались по 150 рублей на охрану. Если кто-то этого не делал, его записывали в должники. Даже если родители не возражали против столь небольших сумм, их все равно нельзя считать законными, так как сборы носили систематический характер. Если возникают сомнения, правильно ли поступает директор, вы можете обратиться в органы прокуратуры. Причем это можно сделать анонимно, посетив наш сайт прокуратуры Самарской области. И к нам поступают подобные обращения, мы по ним проводим проверки и есть определенные результаты. Всего по результатам проверки школ и садиков к дисциплинарной ответственности привлечены 82 должностных лица, 13 к административной.